здравствуйте ребята тема нашего сегодняшнего урока сложное предложение и запятые в сложном предложении сегодня на уроке мы дадим ответы на следующие вопросы что такое сложное предложение чем отличаются сложные предложения от простых какими союзами связываются простые предложения в составе сложного и как строятся схемы сложных предложений для этого выполним следующее задание спешите предложение расставляя знаки припинания составьте схемы выделенных предложений и сравните их какому выводу вы пришли с юга надвигалась грозовая туча и скоро она заняла весь небосклон грамматическая основа что туча туча что делала надвигалась что она она что сделала заняла в этом предложении две грамматические основы это говорит о том что она сложная и между частями надо поставить запятую ярко вспыхивали молнии грохотал гром что молнии молнии что делали вспыхивали что гром гром что делал грохотал с вихрем и воем ринулся на землю ливень что ливень ливень что сделал ринулся ребята если сравнить второе и третье предложение во втором предложении две грамматические основы поэтому между частями ставим запятую третье предложение получилось простое так как здесь одна грамматическая основа ливень ринулся ну что же связывает союз и союз и связывает однородные члены предложения ринулся как с вихрем это обстоятельства и как воин союз и связывает два однородных обстоятельства поэтому запятая перед союзом и не ставится к реке бежали и шумели ручьи что ручьи ручьи что делали бежали и шумели союз и связывает два однородных сказуемых поэтому перед ним запятая не ставится да ребята а теперь составим схемы выделенных предложений ярко вспыхивали молнии грохотал гром данное предложение ребята является сложным так как предложение две грамматические основы схема данного предложения будет выглядеть так предложение мы обозначим прямоугольниками а между ними поставим запятую прямоугольник показывает количество предложений в данном предложении два простых предложений и поэтому мы нарисовали два прямоугольника к реке бежали и шумели ручьи это предложение простое здесь одна грамматическая основа ручьи что делали бежали и шумели поэтому схема будет выглядеть таким образом но для этого мы также подчеркнем слова к реке бежали куда к реке обстоятельства затем два сказуемых связанных союзом и и в конце предложения подлежащие вот схема данного предложения выглянуло солнце и земля ликовала что солнце солнце что сделала выглянула что земля земля что делала ликовала предложение сложное так как состоит из двух простых предложений перед союзом и ставим запятую зажужжали пчелы запорхали бабочки закружились стаи мошек кто пчелы пчелы что сделали зажужжали кто бабочки бабочки что сделали запорхали что стаи стаи что сделали закружились это предложение состоит из трех простых предложений между частями ставим запятую птицы запели радостные песни кто птицы птицы что сделали запели в предложении одна грамматическая основа поэтому это предложение является простым растение дышали ароматом что растение что делали дышали предложение простое так как состоит из одной грамматической основы люди любовались орошенными дождем лесами полями лугами кто люди люди что делали любовались любовались чем дождем лесами полями лугами это однородные члены предложения между ними ставим запятую и так ребята сделаем вывод если союз и связывает два простых предложения тогда в этом случае мы ставим перед ним запятую если же союз и связывает однородные члены предложения то между ними запятая не ставится проанализируем следующее предложение и составим к ним схемы подул сильный ветер что ветер ветер что сделал подул ветер какой сильный составляем схему схема простого предложения будет выглядеть так сказуемое определение и подлежащее подул сильный ветер и пошел дождь ветер подул дождь пошел две грамматические основы два простых предложения поэтому предложение является сложным если сложном предложении простые предложения связаны союзом и такие предложения являются равноправными ребята и поэтому мы будем чертить схему таким образом два прямоугольника связанных союзом и когда наступило утро мы двинулись в путь утро наступило мы двинулись предложение также является сложным но это предложение ребята состоит из двух неравноправных предложений так как оно связано союзом когда слово когда связывает одно предложение с другим от одного предложения к другому можно задать вопрос мы двинулись в путь когда когда наступило утро схема такого предложения выглядит так наверху мы указываем предложение от которого задаем вопрос вопрос затем ребята мы видим предложение которому мы задали вопрос оно стоит перед ним поэтому мы спускаемся с левой стороны и рисуем еще один прямоугольник и внутри указываем слово которое связывает их это предложение связывается со словом когда союзом когда сверкнула молния послышался резкий звук грома молния сверкнула звук послышался это предложение также является сложным но обратите внимание два простых предложения связаны только интонации и между ними ставится запятая союз отсутствует такое предложение ребята называют бессоюзным сложным с тема будет выглядеть так два прямоугольника и между ними запятая и так ребята сделаем вывод сложные предложения отличаются от простых тем что они состоят из двух или более простых предложений простые предложения в составе сложного могут связываться с помощью союзов и без союзов союзные предложения могут быть равноправными или неравноправными равноправными когда мы не можем задать вопрос от одной части к другой неравноправных одно предложение зависит от другого и от одного предложения к другому задается вопрос а также сложные предложения могут быть бессоюзными обратите внимание на схему если в сложном предложении простые предложения связываются с союзами и а но да однако или то схема выглядит таким образом если же сложном предложение простые предложения связываются словами когда что потому что так как если чтобы такие предложения являются неравноправными и схема выглядит так в этом случае вопрос задается от одного предложения к другому которая стоит после него а здесь вопрос задаем от предложения к тому предложению которое стоит перед ним выполним следующее задание для закрепления спешите пословицы расставляя знаки припинания составьте схемы предложений гора с горой не сходится а человек с человеком встретиться прежде чем расставить знаки припинания надо определить какое это предложение простое или сложное гора что делает не сходится человек что сделает встретиться предложение является сложным перед союзом а ставим запятую составим схему два прямоугольничка связаны союзом а смелый человек там найдет где робкий человек потеряет человек найдет человек потеряет предложение сложное ставим запятую между частями одно предложение связано с другим словом где можно задать вопрос смелый человек там найдет где найдет где робкий потеряет чертим схему это предложение от которого мы задали вопрос а это предложение к которому мы задали вопрос внутри предложение указываем слово которое его связывает и так ребята сегодня на уроке мы с вами познакомились с предложениями сложным и простым а также узнали на какие группы делятся сложные предложения сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные союзные предложения связываются с помощью союзов а бессоюзные связываются без союзов только интонации ребята связи с тем что количество больных коронавирусом увеличивается я советую вам соблюдать правила гигиены чаще мойте руки реже выходить в общественные места и обязательно надевайте маски и не забывайте что надо держать дистанцию до свидания всего хорошего здравствуйте дорогие шестиклассники тема сегодняшнего урока совместные действия над обыкновенными и десятичными дробями давайте с вами рассмотрим задание номер один со страницы 39 при сокращении дроби x 6 на 2 получили дробь 2 деленное на y найдите значение x и y если x и y натуральные числа данное условие можно записать следующим образом x деленное на 2 или 6 деленное на 2 равно 2 деленное на y отсюда очевидно что у нас x равен 4 y равен 3 следующее задание которое мы должны с вами рассмотреть это задание номер 3 со страницы 39 нужно сократить следующие дроби первая дробь у нас 39 78 для этого знаменатель дроби 78 мы можем представить в виде двух множителей 39 умноженное на 2 сократив числитель и знаменатель на 39 мы получаем дробь 1 2 следующая дробь это 777 444 числитель можно представить в виде произведения множителей 7 и 111 а знаменатель можно представить в виде произведения множителей 4 и 111 как вы видите можно числитель и знаменатель разделить на 111 и мы получаем 7 четвертых дробь у нас неправильная поэтому мы ее должны выписать в виде смешанного числа то есть это получается у нас одна целая три четвертая следующая дробь 450 2 тысячных предварительно сначала можно сократить и числитель и знаменатель на 10 мы получаем дробь 45 двухсотых далее числитель можно представить в виде произведения 9 умноженное на 5 а знаменатель в виде произведения 40 умноженное на 5 есть тоже сократив числитель и знаменатель на 5 мы получаем дробь 9 40 следующая дробь 125 625 как вы видите число 625 это произведение 125 умноженное на 5 сокращаем числитель и знаменатель на 125 и получаем дробь 1 5 следующее задание которое мы хотим с вами рассмотреть это задание номер 5 со страницы 39 найдите множество натуральных решений неравенств первое неравенство мы должны привести к общему знаменателю общий знаменатель здесь получается 51 соответственно мы с вами получаем следующее 3x 50 первых меньше 8 50 первых данном случае очевидно что 3x должно быть меньше 8 это возможно если мы вместо их подставим значение 1 либо 2 следующее неравенство тоже приводим к общему знаменателю общий знаменатель здесь получается 65 соответственно у нас получается x деленное на 65 меньше 5 65 отсюда тоже вам должно быть очевидно что x должно быть меньше пяти и мы можем добрать вместо их следующие натуральные значения 1 2 3 и 4 и последнее неравенство мы приводим к общему знаменателю 15 у нас получается 3x деленное на 15 меньше 3 15 как видите здесь у нас x должен быть меньше единицы но это уже неверно потому что мы должны с вами найти множество натуральных решений неравенства соответственно здесь таких значений у нас нет следующее задание это задание номер 8 со страницы 39 вычислите изменив порядок действий пункте а мы раскроем с вами скобки посмотрите что у нас получилось 9 целых три седьмые плюс 2 целых 9 шестнадцатых минус 3 целых три седьмые я думаю вы обратили внимание на то что сначала нам конечно удобно вычислить следующие действий 9 целых три седьмых минус 5 целых три седьмые мы получаем 4 и к этому числу можно же прибавить 2 целых 9 шестнадцатых в итоге мы получаем ответ 6 целых 9 шестнадцатых пункте b тоже сначала мы с вами раскроем скобки и получаем следующее выражение 10 целых 5 14 минус 3 целых 5 14 и минус 2 целых 9 3 четвертых очевидно что для начала нам удобнее выполнить действие 9 целых пять четырнадцатых минус 3 целых пять четырнадцатых мы получаем 7 и от 7 нужно будет отнять 2 целых девять тридцать четвертых для этого мы у семерки выбираем единицу и пишем в виде неправильной дроби то есть мы получаем 6 целые 34 три четвертые и минус 2 целых девять три четвертых в итоге отнимаем от целой части целую от дробной части дробную и получаем ответ 4 целых двадцать пять тридцать четвертых следующее наше задание это задание номер 9 со страницы 39 надо сравнить дроби не приводя к их общему знаменателю хочу вам напомнить что мы с вами проходили сравнение такого типа дробей то есть если у вас разность между числителем и знаменателем будет одинаковая то больше будет тадра к тот в которой участвуют большие числа посмотрите пожалуйста 61 62 разность между числителем и знаменателем равна единице 62 63 тоже разность между числителем и знаменателем равно единицы соответственно получается что больше какая дробь 62 63 случае бы если вы внимательно посмотрите то заметьте что здесь тоже разность здесь одинаково между знаменателем и числителем это 4 соответственно 1 дробь который участвует больше числа она будет больше то есть тысячу три тысячу седьмых будет больше чем в 103 1007 и в последней дроби тоже если вы найдете разность между знаменателем и числителем тоже заметьте что она у них одинаковая соответственно у нас получается что 17 48 будет меньше чем 37 68 следующее задание это задание номер 13 со страницы 40 нужно вычислить значение следующих поражений посмотрите пожалуйста что мы делаем в случае пункта а мы можем с вами вынести три целые пять седьмые за знак скобки скобках у нас остается выражение 5 целый три четвертой плюс одна целая одна четвертая в итоге мы получаем что три целые пять седьмых нужно умножить на 7 для этого смешанное число три целые пять седьмые мы записываем в виде неправильной дроби это получается 26 седьмых умножаем на 7 сократив 7 7 ответ мы получаем 26 если вы внимательно посмотрите например пункте b то вы обратите внимание что 15 целых 3 8 умножить на 4 целых на 6 минус 4 целых 1 6 умножить на 15 3 8 ответ у нас будет 0 так как эти два произведения у нас получается совершенно одинаковые следующий пример это задание номер 14 со страницы 40 нужно вычислить значение следующего выражения это пример мы будем решать по действиям первое действие мы 5 должно умножить на одну целую одну восьмую для этого одну целую одну восьмую нужно записать в виде неправильной дроби то есть мы с вами получаем что 10 надо разделить на восемь третьих данном случае сначала две целых две трети тоже нужно записать в виде неправильной дроби то есть мы с вами получаем что 10 надо разделить на восемь третьих данном случае мы деление заменяем на умножение а второй трот заменяем обратной дроби то есть мы 10 должны умножить на 3 восьмые у нас получается тридцать восьмых если это записать виде смешанного числа мы получаем три целых шесть восьмых и сократив 6 восьмых на 2 мы получаем 3 целые три четвертые следующее действие это восемь целые две трети плюс пять целых пять восьмых и минус 3 целые три четвертые все эти дроби мы приведем к общему знаменателю то есть общий знаменатель здесь у нас получается двадцать четыре соответственно у нас получается следующее выражение восемь целых шестнадцать двадцать четвертых плюс пять целых пятнадцать двадцать четвертых и минус 3 целые части мы считаем отдельно то есть 8 плюс 5 минус 3 мы получаем 10 дробная часть вычисляем отдельно и получаем 13 20 четвертых следующее действие это действие знаменатели дроби то есть восемь целых одна вторая минус 5 целых три четвертые в данном случае тоже эти выражение нужно привести к общему знаменателю это получается 8 целых две четвертой минус 5 целых три четвертой как видите здесь дробная часть уменьшаемого получается меньше дробной части вычитаем его что мы должны сделать в этом случае мы Мы занимаем единицу у целой части, остается у нас 7 целых. Эту единицу мы представляем в виде неправильной дроби, в данном случае 4 четвертых, и прибавляем ее в дробной части 2 четвертые. То есть у нас получается 7 целых 6 четвертых. И от этого числа мы должны отнять 5 целых 3 четвертых. Итого получаем 2 целые 3 четвертые. Следующее действие, вернее уже последнее действие, это мы должны 10 целых 13 двадцать четвертых разделить на 2 целые 3 четвертые. Предварительно мы должны оба числа записать в виде неправильной дроби. То есть мы получаем 253 двадцать четвертые делим на 11 четвертых. Здесь мы первый дробь переписываем, деление заменяем на умножение, а второй дробь заменяем на обратную. То есть получается 253 двадцать четвертые умножаем на 4 одиннадцатые. Делаем соответствующие сокращения. То есть 4 двадцать четвертые можно сократить на 4, и можно 253 одиннадцать сократить на 11. В итоге мы получаем ответ 23 шестые. Выделив целую часть, мы получаем ответ 3 целые 5 шестых. Следующее задание – это задание номер 15 со страницы 40. Нам нужно найти пропущенные числа. В пункте А первое действие, которое мы с вами должны выполнить, это 16,4 нужно разделить на 0,4. Это равносильное выражение 164, деленное на 4. Это равно 41. Далее 41 мы можем прибавить 9. Итого получаем 50. И еще 50 мы должны разделить на 0,8. Это равносильное выражение 500, деленное на 8. И ответ мы получаем 62,5. В случае пункта В первое действие – это 8,5 мы должны разделить на 1,7. Это равносильное выражение 85, деленное на 17. И мы получаем ответ 5. Далее мы должны 5 с вами умножить на 0,5. И ответ получается 2,5. И последнее действие – 2,5 мы должны прибавить 17,5. Окончательный ответ – 20. На этом у нас на сегодня все. Для закрепления темы я рекомендую вам прорешать задания из вашей книги со страниц 39 и 40. До свидания. Всего вам доброго. Здравствуйте, дорогие ребятки. Сегодня мы с вами продолжим изучение нашего с вами раздела физики, нового раздела. То есть мы с вами сегодня пройдем агрегатное состояние вещества. Агрегатное состояние вещества характеризуется очень интересными моментами. Обратите внимание, ребятки, у меня на столе лежат всевозможные предметы, всевозможные тела. Начиная с модели нашей с вами планетарной системы, заканчивая шаром. Как вы думаете, как они между собой все связаны? Что общего между этими, так скажем, физическими телами? Общее то, что каждый из этих тел может находиться в одном из трех состояний – жидкое, твердое и газообразное. Жидкое состояние, газообразное состояние, здесь у меня газ, твердое состояние. То есть обратите внимание, здесь минералы всевозможные, существующие на поверхности Земли и в ее недрах. А также металл, дерево – это все состояние вещества. То есть тело, имея в своем составе, вернемся к прошлому уроку, на прошлом уроке мы с вами прошли молекулу. Мы знаем, что молекула – это мельчайшая частица вещества, которая еще обладает его физическими и химическими свойствами. Так вот, ребятки, эту самую молекулу я могу, изменив расстояние между молекулами вещества, переводить из одного агрегатного состояния в другое. Например, вот у меня здесь в мензурках вода. Одна вода обычная, то есть при комнатной температуре взятая. Во второй колбе у меня подогретая, горячая вода. Обратите внимание, вот здесь на колбе у меня образовался небольшой туман, пар. Он указывает на то, что характеризует, что данная вода горячая, то есть с повышенной температурой. Это говорит о том, что вода может переходить из одного состояния в другое. То есть если я воду нагреваю, вы все свидетели такого явления, как парообразование. Вода кипит, потом постепенно начинает превращаться в газообразное ее состояние, которое мы называем водяной пар. Это происходит в момент повышения температуры воды. То есть что происходит на самом деле? Молекулы воды не меняются. Как была молекула H2O, так H2O и она осталась. Меняется расстояние между молекулами. Нагревая воду, я увеличиваю расстояние между молекулами. Тем самым они начинают интенсивно двигаться, что приводит к образованию пар. В обратном случае, если я воду охлаждаю, я беру именно пример воды, он самый наглядный. Если мы будем с вами воду охлаждать, через какое-то время она превратится в ее твердое состояние, которое мы называем лед. Значит, переход опять же произошел из одного агрегатного состояния в другое. Под действием чего? Опять же температуры. То есть я температуру не повысила, а понизила. Забрала у молекул их лишнюю энергию. Тем самым, упорядочив их, они встали в определенном порядке, создав кристаллическую решетку, и дали нам такой вид твердого вещества. Так вот, запомните, ребятки, тела находятся в одном из трех агрегатных состояний. Какое? Первое – жидкое, твердое и газообразное. Естественно, что можно при помощи определенных воздействий переходить из одного агрегатного состояния в другое. Например, если нам нужно произвести какую-то металлическую деталь, мы обязательно кусок металла плавим, потом продаем ему форму и делаем из него то, что нам необходимо в промышленности. Так вот, ребятки, перевод одного вещества в другое состояние из твердого в жидкое – это называется плавление. Из жидкого в парообразное данное явление называется парообразование. Кстати, парообразование имеет две формы. Одна форма – испарение, одна форма – кипение. Например, мы с вами знаем, что сейчас у нас уже осень, и после того, как идут дожди, через какое-то время лужи, образовавшиеся после дождя, они подсыхают. То есть что происходит? Никто эти лужи не кипятит и не приводит к состоянию того, чтобы они превратились в пар. Они самопроизвольно испаряются. Вот это самопроизвольное превращение жидкости в газообразное состояние, происходящее при любой температуре, называется испарением. Это природное явление. Например, почему нам приходится чаще поливать цветы в засушливое время года, летом и так далее. Почему? Потому что происходит испарение воды под действием солнечной энергии, то есть под действием высокой температуры. Мы с вами знаем, что летом намного жарче, чем осенью и тем более зимой. Так вот, ребятки, давайте уточним, что же такое агрегатное состояние. Это состояние вещества, вызванное расстоянием между молекулами. Если расстояние между молекулами увеличивается, оно переходит на ступень парообразного, то есть газ. Если расстояние между молекулами уменьшается, то это у нас с вами будет твердое состояние. Давайте четко распределим, что такое жидкость, что такое газ и что такое твердое вещество. Так вот, ребятки, с вами мы только что ознакомились с этими минералами, твердыми веществами. Мы с вами видим, что каждый из них имеет определенный размер, определенную форму, ну и цвет соответственно. Соответственно, этому он имеет определенные физические свойства. Давайте уточним. Значит, твердые вещества, они имеют форму, объем. Жидкости имеют только объем. Если сейчас я воду перелью вот в этот стакан, эта вода примет форму вот этого конуса. То есть она имеет объем, жидкость имеет объем, но не имеет форму. Жидкость принимает форму того сосуда, в который она налита. Что касается газа, газ не имеет ни формы, ни объема. Если сейчас мы сюда, в это помещение, впустим определенный газ определенного объема, он займет все пространство. То есть это его свойство. Значит, газообразное вещество не имеет ни формы, ни объема и занимает весь предоставленный ему объем. Твердое вещество имеет и форму, и объем. Жидкость имеет только объем, не имея форму. Каждый из этих параметров, ребятки, мы сейчас охарактеризуем и запишем на доске. Объем. Масса тела. И еще есть одна физическая величина, характеризующая вот как раз эти агрегатные состояния, называется плотность вещества. Значит так, ребятки, все эти три основные величины связаны между собой. Каким образом? Это экспериментально было получено, что масса вещества равна произведению его объема на плотность. Значит, из этой формулы, мы с вами знаем, что это масса, это объем, это плотность, давайте выразим каждую в отдельности. То есть объем у меня будет равен масса, деленная на плотность, и, соответственно, плотность будет равна масса, деленная на объем. Очень рекомендую вам, ребятки, переписать данные формулы в своей тетрадке и, естественно, выучить. То есть мы с вами сегодня ознакомились не только с агрегатным состоянием, но и тем, как происходит данное агрегатное состояние. А данное агрегатное состояние у нас с вами происходит благодаря тому, что меняется расстояние между молекулами. Давайте на эту тему решим одну задачку. Итак, ребятки, задача такого уровня. Значит, у нас с вами дается вещество масс 6 килограмм. Плотность данного вещества равна 1000 килограмм, деленной на кубический метр. Ребятки, плотность является табличной величиной. В свое время ученые, все вещества, которые имеются на поверхности планеты Земля, была вычислена их плотность экспериментальным путем. Не только имеющиеся на планете вещества, а также их химические соединения. Так вот, требуется найти объем, занимаемый данным телом. В первом случае мы обращаем внимание на единицы измерения. Килограмм, килограмм, метр в кубе. Все единицы измерения системе Сипри надлежат. Поэтому перевод мер делать не надо. Переходим сразу к написанию формул, то есть в графе решения. Пишем решение и записываем ту формулу, которая у нас с вами стоит под знаком вопроса. Под знаком вопроса у меня стоит объем. Значит, я записываю формулу, принадлежащую объему. m делить на ru. Заглядываем в таблицу дано. Масса дается 6 килограмм, плотность дается 1000. Что делаем? Просто производим математические действия, делим друг на друга. Но обратите внимание на единицы измерения. В вычислении. Значит так, ребятки. v у нас равно 6 килограмм делить на 1000 килограмм, деленный на метр куб. Теперь смотрите, ребятки. Килограмм с килограммом сокращаются, уходят. По той простой причине, что они делятся друг на друга. Остается у меня метр в кубе, находящийся в знаменателе. В знаменателе он поднимается наверх. То есть задачу решаем правильно. 6 разделить на 1000, я получаю, что это у меня будет 0,006 метров в кубе. Вот так просто решается задача по физике. Самое главное в данном случае обращать внимание на единицы измерения, на поставленные формулы. Ребятки, тема сегодняшнего урока очень хорошо описана в вашем параграфе. Это 11 параграф, агрегатное состояние вещества. В конце параграфа есть ключевые слова и вопросы, на которые надо ответить в письменном виде, в ваших тетрадях по физике. Мы с вами ознакомились с тремя основными состояниями вещества. Это жидкое, твердое и газообразное. Эти состояния принимают все вещества, существующие на поверхности Земля. То есть мы узнали, что переход от одного состояния в другое происходит за счет увеличения или уменьшения температуры, то есть изменения температуры. Говоря о температуре, мы с вами сейчас вернемся к теме, что мы находимся, работаем, мучаемся, живем в состоянии пандемии. Так вот, ребятки, моя рекомендация к вам. Пожалуйста, берегите себя, старайтесь не болеть, старайтесь, чтобы вам не приходилось измерять температуру. А для этого надо просто мыть руки, одевать маски и соблюдать социальную дистанцию. До свидания, увидимся еще, успехов вам!